Добрый день дорогие друзья! Меня часто спрашивают зрители моего канала, могу ли я проконсультировать и дать оценку тем позициям, тем мнениям, которые высказали иные другие юристы по делу тех или иных зрителей канала. Дорогие друзья, есть такая поговорка, сколько юристов, столько и мнений. И даже есть такое, скажем так, что два юриста, три мнения. Но тем не менее, есть некоторые позиции, когда речь идет о достаточно серьезных вещах, когда речь идет о жилищных, о семейных спорах, когда речь идет о серьезных суммах, когда речь идет об оспаривании сделок, когда речь идет о вашем имуществе и так далее. И нередкие ситуации, когда вы обращаетесь к тому или иному юристу, он вам высказывает свое мнение и будучи заинтересованным в том, чтобы соответствующим образом привлечь вас в качестве клиента, начинает рисовать вам какие-то радужные перспективы и зачастую говорят вам о том, чего в принципе быть не может. И что по закону прямо невозможно. И дорогие друзья, если у вас есть какие-то сомнения, вы можете обращаться ко мне, изложить ситуацию, изложить то, каким образом вам осветили ее юристы. И я вам, скажем так, без лишних каких-то обещаний, без лишних, как говорится, без очков втирательства расскажу вам о том, какая действительная позиция со стороны закона по тому или иному вопросу. Потому что очень часто зрители обращаются и говорят, вот нам сказали, что возможно то-то и то-то, а по закону этого нельзя. Или, к примеру, юрист не видит какие-то возможности, которые возможно применить и так далее. А речь идет о достаточно серьезных вещах. К примеру, вот я вам расскажу о нескольких примерах. Вот у меня встречались ситуации, когда обращались люди, к примеру, за тем, чтобы они хотят банкротиться, как физические лица. И им совершенно на голубом глазу юристы рассказывают о том, что да, можно банкротиться и так далее, не предупреждая о том, что в процессе того же банкротства самое главное не подставить подножку самому себе. И не лишиться какого-то имущества, не лишиться денежных средств и так далее. Поскольку, если вы банкротитесь, как физическое лицо, то все ваше имущество, за исключением единственного жилья, за исключением прожиточного минимума денежных средств в месяц, все уйдет в конкурсную массу. А у меня были такие случаи, когда люди, будучи в ипотеке, когда у них жилье, квартира в ипотеке и так далее, они обращались к юристам. И юристы им рассказывали о том, что да, можно при таких условиях банкротиться. При этом не ставили их в известность о том, что фактически они могут лишиться ипотечного жилья. Потому что, если жилье в ипотеке, то оно в любом случае уйдет в конкурсную массу. Потому что нельзя банкротиться в части, в каком-то элементе, в каких-то отдельных моментах. Банкротство касается всех, без исключения кредиторов. А это в том числе банк, в котором содержится ипотека. Также, к примеру, приходилось слышать такие абсурдные мнения от юристов, которые на полном серьезе людям рассказывали о том, что, к примеру, можно выделить в натуре долю в квартире. Дорогие друзья, это по закону невозможно. Можно в натуре выделить долю в жилом доме. И то при соблюдении некоторых условий, когда возможно отдельный вход, когда это позволяет, скажем так, конструкция строения и так далее. То есть, в жилом доме можно выделить долю и соответствующим образом можно выделить в натуре долю в земельном участке. И там уже либо по сложившемуся порядку пользования, либо по тому заключению эксперта, которое будет проведено и так далее. То есть, здесь все зависит от мнения сторон, от решения суда. Но выделить долю в квартире, дорогие друзья, это по закону нельзя. И таких случаев масса. Поэтому, если вы обратились к каким-то юристам, вам высказали определенное мнение и вам нужно его проверить, возможно ли это в принципе, какова судебная практика, какова объективная вероятность, что ваша ситуация будет выигрышная, обращайтесь. К примеру, те же квартиры, там нельзя выделить долю в натуре. Можно только определить порядок пользования жилым помещением. И то, в некоторых случаях, и это невозможно, к примеру, если это однокомнатная квартира, но если это многокомнатная квартира и там несколько собственников, в принципе, это возможно определить порядок пользования. То есть, есть, скажем так, такие случаи, когда, вот к примеру, оспаривание сделок с банками, оспаривание кредитных сделок, здесь практика почти сплошь негативная. И она не в пользу истцов граждан, но об этом же нужно ставить в известность. А некоторые недобросовестные юристы говорят о том, что да, возможно, оспорить сделку и выиграть у банка. И избавиться от кредитов, дорогие друзья, это не так. Поэтому, соответствующим образом, если у вас есть такие вопросы, обращайтесь всегда с удовольствием, нарисую, обрисую вам объективную картину. Удачи в ваших делах.